Ну что, какие планы на выходные? Да в танке рубиться буду. На дачу. Рассада уже заждалась. А я сериал досмотрю. А я на маникюр записалась. Ребята, притормозите. Сегодня ж четверг ещё. А пятница? А пятница завтра. Давайте дождёмся её вместе. Всё, что занимало ваши мысли на этой неделе. Всё, о чём писали, но вы забыли прочитать в СМИ. Ваши жалобы, предложения и комментарии. Прямо сейчас в проекте «Завтра пятница». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Уже по традиции мы с вами сегодня будем обсуждать все новости, которые волновали, радовали, удивляли, расстраивали. Всё это обязательно обсудим сегодня в нашем эфире. Я Нина Витковская. И со мной в студии мои коллеги, молодые люди Валерий Гусев и Виталий Михайлов. Добрый вечер. Прекрасно. Нина представляет нас всегда. Спасибо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, завтра пятница, завтра мы уже начнём с второй половины дня отдыхать, готовиться к выходным. А сегодня у нас есть хорошая возможность действительно обсудить всё, что волновало нас и вас в том числе. Для этого у нас есть телефон прямого эфира. 62-80-30. Обязательно нам звоните. Если не любите разговаривать, то можно нам писать СМС-ки или писать сообщение в WhatsApp 8-900-993-0105. Всё будем читать. Мы очень любим разговаривать, особенно с вами, дорогие друзья, поэтому без ваших звонков нам грустно здесь. Звоните и набирайте наш номер. Да, ну что, друзья, мне кажется, на этой неделе одно из основных событий – это пресс-конференция губернатора, которая состоялась в новом медиа-центре Псковского агентства информации. Давайте поздравим коллегам. Да, Нина как раз так была на этом событии. Нина, расскажи, как у коллег? Я не могу сказать, что у коллег лучше или хуже, чем у кого-то. Это новое пространство, которое, я надеюсь, будет использоваться и не только нашими коллегами. Нас они тоже будут туда приглашать. Мне больше понравилось, что пресс-конференция затронула много вопросов. То есть мы не шли в какой-то одной теме и допрашивали только на определенную тематику, а смогли, ну, я бы сказала, даже разброс был такой от социальной сферы до культуры. Это было интересно. А скажи, был ли глава региона более откровенен, чем, например, в нашем эфире, когда мы прямую линию делаем? Мне кажется, он всегда собирается, очень так собрано говорит, его тяжело вывести из себя. И конкретно, да, всегда достаточно говорит. Ну, действительно, много, большой объем тем был затронут. Мы услышали, что Псков Авиа не спасти, например, уже. Будет создано другое юридическое лицо, да. И надеется, что будем... Но самолеты будут летать, как и прежде. И без задержек мы надеемся, потому что все беспокоятся по этому поводу. Но лично мне удалось задать вопрос, который изначально нам позвонили в редакцию «Радио России» и задали местным жителям. Их очень интересовало, кто будет принимать дороги в муниципалитетах, потому что мы все видим очень активную работу по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги». А вот кто их будет принимать? И радиослушатели волновались, не будут ли это заинтересованные лица, которые посмотрят на дорогу и быстрее бы ее сдать и уехать в следующий район. Так существует же гарантийный ремонт, если что. Этого недостаточно. Знаешь, гарантийный ремонт можно так сделать, что вот она простоит ровно до гарантийного срока. Пройдет один день и все. Хорошо, и что же ты услышала? Михаил Юрьевич заверил всех наших радиослушателей, что члены комиссии, которая будет принимать дорогу, они находятся в разных ведомствах. И вот очень тяжело будет... То есть брак не пройдет? Да, знаешь, им будет просто сложно договориться на уровне этих ведомств. Даже если кто-то очень попытается всем походить и дать взятки, думаю, не получится. Ой, слушайте, я вот не знаю, кто... Не знаю, как дороги, а вот кто принимал лестницы в финском парке, тому бы хотелось посмотреть в глаза, потому что они все развалились. Хорошо, гарантийный срок на них еще есть? Нет, к сожалению. Вот это то, о чем я тебе говорила. Видишь, какое умение делать ровно до конца гарантийного срока. Надо отметить, что, да, наш губернатор жестко подходит к качеству дорожных работ и обязывает подрядчиков переделывать, да, в том числе заново перекладывать верхний слой асфальта, если есть какие-то нарушения выявлены. Ну, это здорово. На самом деле, друзья, если у вас есть претензии к дорогам, которые отремонтированы ранее или уже в этом году, кто знает, то звоните нам и сообщайте, 62-80-30, нам очень интересно. Ну, вот то же самое на пресс-конференции. Михаил Юрьевич рассказал о истории в Великолугском районе, когда по бумагам верхний слой асфальта положили, а на деле его просто нет. Вот если такие же истории знаете, обязательно нам звоните, пишите и рассказывайте о них. Да, ну и еще в начале недели, да, глава-губернатор свое еженедельное обращение, да, опубликовал, где затронул проблему Гдовского района, которые звучали на одном из интернет-каналов. Вот как раз мы в Гдовский район сейчас и хотим отправиться с вами, друзья, но по другой теме. Дело в том, что большие проблемы с доставкой сжиженного газа. Это газа в баллонах в этот самый район. Но мне кажется... Да, можно я тебя перебью? Потому что, так как я читаю районные газеты, я могу сказать, что это проблема не только Гдовского района. Во многих газетах уже появляется информация про газ, и местные жители в комментариях отписываются, что это огромная проблема. Да, мы часто говорим о газификации нашего региона, но мы все понимаем, что Псковской области далеко до идеала в стопроцентной газификации. Меньше 50. Да, и у нас огромное количество жителей в деревнях, которые пользуются газом из баллонов. Допустим, у меня на даче тоже стоит газовый баллон. Да, и вот если они раньше стоили 600 рублей... То сейчас 1290. Ну, по крайней мере, в Гдовском районе, да? Ну, инфляция больше 50%. Да, причем ведь это не сам газ так подорожал, а доставка именно этих баллонов. Потому что занимаются этой доставкой, по сути, два предприятия в регионе, насколько я понимаю, которые... Одно из которых чуть ли не в состоянии банкротства находится. Ну, вот как раз в Гдовском районе проблема в том, что организация, которая доставляла газ до населения, закрывается. И, соответственно, некому будет обслуживать и газовое оборудование, некому будет обслуживать баллоны, и люди просто бьют тревогу. А что дальше? Вот если вся техника на кухне, например, зависит от газа, как готовить еду, если уже привыкли к этому? И у нас есть возможность сейчас узнать, что же происходит в Гдовском районе. Прямо сейчас у нас на связи главный редактор газеты «Гдовская заря», глава городского поселения «Гдов» Ольга Геннадьевна Галаховна. Ольга Геннадьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, нам подробнее о ситуации с газом в Гдовском районе. Основные проблемы, какие выделяют местные жители? Основная проблема начали мы, а не узнавать, когда население стало жаловаться на повышение цены на газ. Это было очень резко и действительно очень значимо для нашего населения. Сами понимаете, какие у нас зарплаты и пенсии у наших стариков по району. Ну вот скажите, это реальная цифра? То есть было 600 рублей, а стало 1290? Я вот даже не помню, когда было 600, честно говоря. Уже даже там летом было где-то 900. Но потом начались скачки моментальные. По 100 рублей каждый раз прибавляли. Четыре раза за это время повышение было. И вот сейчас у нас цена 1290. Кроме того, повышение цены есть. Но есть еще мнение, что закрывается организация, которая снабжает этими газовыми баллонами в Гдовском районе. Так это или нет? Да, к сожалению, это так. Давайте ее назовем. Это Псков Трансгаз. Спасибо. Филиал его, точнее. Работают они у нас очень давно уже. Назывались они иначе, несколько раз менялись. Сотрудники там давно работают. Но, по крайней мере, население привыкло. Позвонили, есть своя служба. Да, стали немножко они хуже в плане общения с населением. Но, по крайней мере, мы знали, оно у нас есть на месте. В деревню привезут вовремя, списки составляли. Все равно, ну, когда на месте, сами понимаете. Если сейчас закроется, а действительно, насколько мне известно, сотрудники получили уведомление о увольнении с мая. Вот. А чем объясняется? Подождите. Такой скачок цен произошел. Вроде должны зарабатывать больше. Разве нет? Или люди массово отказываются сейчас покупать газ в баллонах? Ну, а как они могут отказаться? Потому что мы на этом живем. Так, а почему эти закрываются тогда люди? Я думаю, есть проблемы у руководства. И они решают свои проблемы. Именно, как сказать, может быть, это шантаж. Может быть, я что-то не то скажу. Ага, они хотят еще дороже продавать газ. Не знаю. Ну, в любом случае, меня очень волнует то, что, конечный итог, с чем останется население. Мне звонят в редакцию дедушка из деревни, которая говорит, ну, я все понимаю. Но газ мне нужен. Я, понятно, отдам любые деньги, потому что у меня вариантов нет. Не буду я печку летом топить. Приходит женщина с улицы вокзальной, вот буквально недавно была. Она говорит, ну, это просто шок какой-то. Что делать? Да даже за такие деньги, ну, уже даже успокоились по цене. Главное, чтобы его привозили. А то в шутку нам говорят, ну, ничего, бабушка на санках сходит. У нас тут за городом есть заправка газовая. А там дешевле, кстати? Да, дешевле. 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 Да, но я так понимаю, туда надо доставить баллон, соответственно. И можно ли вообще приехать и привезти обратно. Да, нужен личный транспорт для этого, как минимум. А разница в цене какая получается? Можно так как-то поставить? Ну, точно сейчас не скажу. Скажите, пожалуйста, а вот как, на каких машинах привозят газовые баллоны в деревне? Ну, есть специализированная техника. Ну, то есть это грузовики, да, с таким кузовом. Есть небольшая машина, которая ездит по городу, когда небольшой объем. А так подкапливают на деревне-то, они подкапливают заявки и увозят туда на специальную машину. Знаете, что меня всегда смущает? Дело в том, что мои родители тоже живут в деревне и тоже пользуются таким же газом, как и вы. Меня смущает всегда состояние баллонов, которые привозят. Потому что они, ну, явно видавшие виды. Я не знаю, сколько им лет, но есть опасения у меня серьезные. Ты же понимаешь, что старый баллон забирают. Да, это понятно, но ничего не обновляется. Да, да, это может быть не обновляется, но даже не в этом проблема. Проблема в наполняемости этих баллонов. Скажите, ну, это 1290, а вот пользоваться ими можно. Кто-то и месяц пользуется, кто-то и три пользуется. Они постоянно по-разному заправлены. То есть нет контроля, да? И не ввести бабушка дома, понимаете? Надо взвешивать баллоны. Да, домой приехали, и на безмен его. Скажите, с мая уже, получается, проблема станет очень остро. Что делать? Я думаю, уже администрация-то должна какие-то свои варианты, решения предлагать. Что, возить из соседнего района этот газ? Конечно. Были переговоры даже со Сланцевским районом, насколько я знаю. Глава района, естественно, тоже обеспокоен. Ему поступают каждый день звонки на эту тему. И он, конечно, пытается найти выход. И он в Абскове не раз был руководством в администрации. Я знаю, что эти переговоры велись. Я сама ездила в областную администрацию, тоже задавала этот вопрос на эту тему. И я знаю, что работы ведутся. И нас заверили, что к маю проблема будет решена в любом случае. Непонятно как, но газ будет доставляться в Гдовский район. Ну, а получается, когда была последняя поставка газа, вот когда в деревне действительно еще приехали специалисты и продавали эти газовые баллоны, хватит до мая даже газа? Ну, слушайте, я не знаю. Ну, сейчас еще две недели до мая, 15 апреля. Ну, я не думаю, что сейчас люди кинутся сразу себе заготавливать его на будущее. Хотя такое возможно. Вы же сами знаете. Кто-то гречку, да, покупает, а кто-то газом запасается. Я уже про гречу сразу вспомнила. Ну, знаете, могу вам сказать, у меня мама очень запаслива, у нее уже стоит три баллона. Ага. Она готова. Это прекрасно. Ольга Геннадьевна, и вот напоследок еще один вопрос, уже не напрямую касающийся газа. Вы же общественный помощник губернатора, и по заданию главы региона вы ездили в деревню Вейно, да, которая прозвучала у нас. Вейно. Вейно, да, простите. В начале недели, о которой говорили все. Удалось ли там разобраться и все-таки выслужить жителей, понять, какая помощь им будет оказана? В первую очередь я хочу сказать, что здесь немножко сбили в заблуждение людей, и я уже не являюсь помощником губернатора, так как я стала когда-то депутатом, я лишилась этой возможности иметь такой статус. Да, но в любом случае я не могла не выполнить поручение губернатора. Естественно, я поехала. Взяла с собой журналиста, чтобы мы материал после этого сделали. Честно говоря, не очень понимала, как меня встретят. Это, естественно, приехал человек разбираться по следам власти. После московских журналистов, скажем, практически. Спасителей прям как-то мы их восприняли. Но дело в том, что население собралось. У них сегодня хлебный спасибо там активистам. Они помогли и вывесили объявление, и так обзвонили людей, чтобы собрались. Люди настроены агрессивно. Люди ничему не верят. Люди хотят увидеть какую-то помощь. Но в любом случае, мы же приехали не решать проблему и не показывать пальцем, что завтра я там что-то сделаю. Я им сразу объяснила, что я приехала собрать все сведения и передать их губернатору. Как губернатор сказал, есть возможность что-то начать решать сейчас, что-то внести в бюджет следующего года. Люди это понимают, когда с ними спокойно разговариваешь. А если конкретно, что хотят люди? Список из каких пунктов вы привезете? Я уже передала документ. Главный назову. Они избитые. Но там, поверьте, в этом краю, они очень актуальны. Более, чем где я видела. Езжу я много. Дорога в Вейна. Примерно 19 километров от поворота от Добруча на Вейна. Куда где там нормально можно? Ну вот, когда сырая погода, примерно 4 километра из этих 19, их крайне важно поднимать. Потому что грейдер, это просто бесполезная трата. Там обязательно нужно делать канавы по бокам, потому что все это засыпалось за много лета, так сказать. Еще одна большая, очень важная проблема. Там нет связи. То есть, там есть дети, которые должны делать уроки. У них нет интернета. У них не работают сотовые телефоны. Они ищут там точку где-то в деревне. То есть, это крайне важно. Я знаю, что это проблема всей области. Но дополнительные точки там точно вышки нужны. Ну, как раз до конца года 10 вышек должно появиться. Может быть, да. Может быть, и Вейна. Ну, а, кстати, по дороге, ну, это же ответственность местных властей. Почему они за столько лет не будут? Ну, мы же понимаем дотационные бюджеты. Ольга Геннадьевна, а сколько сейчас в Вейна проживают людей? Сколько жителей там? Около сотни, как мне сказали. Ну, это не маленькая деревня, хочется сказать. Нет, деревня очень большая, и она достаточно живая. Ну, здорово, что вы выслушали людей и передали уже все их чаяния. Ну, теперь мы будем следить, как будут развиваться события, и обязательно узнаем, что будет в мае, когда закончится город на газ. Да, вот у всех сегодня четверг рыбный день. Ну, я пожила вот того же. Ольга Геннадьевна, а почему хлебный день-то там так называют? Потому что хлеб привозят по четвергам? Привозят хлеб, действительно. И туда приходят люди за хлебом. Это самая точка живая, оказывается, магазин. Поэтому было и место встречи, магазин. То есть, если в четверг хлеб не купил, жди еще неделю, да? Ну, говорят, там в прошлом году автолавка ходила, а в этом году почему-то она не ходит. Это тоже мы посмотрим. Из-за дороги, скорее всего? Да. Из-за дороги, к сожалению, от Вейна в следующую деревню, в километре всего, где живут двое деток-школьников, туда не погодится, не ходит автобус. А этот километр, идешь по лесу, и дети по темноте, а там волки. То есть, безумная опасность. Автобусы туда не заехать. Там очень такая местность, гористая. То есть, если сыро, автобусу просто не въехать. Поэтому нужно смотреть такие вещи. Спасибо, Ольга Геннадьевна. Ну, что ж, интересно, будем следить за этой ситуацией. И давайте вернемся все-таки к газовым баллонам. Ситуация общая для региона, да? И, мне кажется, жители любой деревни могут, во-первых, нам позвонить и рассказать, как у них. Может быть, у них не 1290. Сколько газ стоит, например? Вообще, да-да-да, 62-80-30, набирайте наш телефон, 811-2, код города, если кто-то забыл. Вот. Ну, а так, конечно, это серьезная ситуация. И интересно, что ведь Управление Федеральной Антимонопольной Службы, наша региональная, занималось этой ситуацией. Да и не только на региональном уровне поднимается этот вопрос. Не только в нашей области такая проблема с газом, надо сказать. Да. И этот вопрос давно уже обсуждается. И поясняет монопольная служба, что дело не в цене газа самого, потому что ее-то контролировать удается. Дело не в начинке. А вот доставка, ее могут ставить какую угодно. Вот захотелось компании, которая доставляет газ, поставить цену на 30%, выше, на 40%. Насколько я понял, раньше тариф регулировался, был единый тариф и для доставки, и для цены. Ну, то есть вот одна цена, да? А теперь тариф разделили. Цену на сам газ регулирует государство в лице регионального комитета. А вот цену на доставку отпустили, и ее устанавливает сам тот, кто доставляет газ. Поэтому она и скакнула там сразу на 30%. На 30%. Да. Но я могу сказать, что в социальных сетях руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Меланайц заверяет, что будут они разбираться. И теперь очень важно, что с 23 апреля этого года регион сможет устанавливать тариф с учетом доставки, и будет ФАС следить за ценообразованием. Мы попробуем позвонить? Но, к сожалению, пока вот не можем позвониться. Да, да, Ольга Викторовна. Но суть остается такой. С 23 апреля ФАС уже сможет это контролировать лучше. И каждый регион нашей страны будет устанавливать тариф сам. Ну, не приведет ли это к банкротству и закрытию другого предприятия второго, как мы выяснили? И так вот это все друг другу посыпется. Смотри, все очень логично. Приказ вступает в силу с 23 апреля. Мы будем уже все к маю узнавать. И в Гдове все понятно будет к маю, и здесь будет понятно к маю. Слушайте, знаете, еще какая проблема есть? Звонил человек недавно к нам в редакцию и спрашивал. Вот, собственно, ходят газовики по нашим квартирам и проверяют, как там плита подключена, нет ли утечек. А кто проверяет вот эти газовые баллоны? Потому что «Газпром» не отвечает за них. Это вот эти самые компании. «Газпром» отвечает только за оборудование, которое у тебя в квартире. Знаете, вот как проверяют, когда подключают баллон, я подключаю, мылом так вот проводишь. Если пузырики, не надо ничего включать. А некоторые спичкой проверяют, это самые экстремальщики. Вот так спичкой. Не вздумайте повторять за Италием. Знаешь, это такая проверка по типу русской рулетки. То есть взорвется баллон или нет. Но хотелось бы, конечно, специалистов таких увидеть. По крайней мере, нам жители звонят и делятся вот этими своими эмоциями. Я думаю, та организация, которая занимается развозом баллонов, они должны эту проверку осуществлять как минимум. Просто на деле этого не происходит. В отдаленную деревню кто поедет, понимаешь? Если тем более по такой дороге, как нам сейчас рассказали. Ну, мало вероятно. Дело в том, что они же везут баллон на замену. И тот баллон, который они везут, он должен быть проверен, мне кажется. А качество подключения кто проверяет? Вот это уже вопрос. Ну что же, от этой темы мы перейдем к другой и переместимся в столицу региона. Я думаю, местные жители уже заметили, что не только Октябрьский проспект весь изрыт. Теперь и Чудская разрыта. И Чудская разрыта. И Инженерная. И Поземская, да. А теперь еще и площадь Ленина. Дело в том, что сегодня я прошелся по городу и по некоторым из этих объектов с главой администрации Александром Братчиковым. Это такая большая прогулка у нас ежегодно, несколько раз в год, телевизионный формат. И, собственно, он мне рассказал, что будет с дорогами, какого качества асфальтов, тротуаров, да, и, собственно, что будет с площади Ленина. Потому что некоторые не понимают. Хотя, в принципе, мы уже сколько объясняем? Год, по-моему, объясняем, что... Ну давайте, хорошо, мы сейчас услышим от Александра Братчикова и обсудим, что же будет с площади Ленина. Слушаем. А что все-таки здесь будет? Новые дорожки? Новые дорожки. Дорожек немножко побольше будет. Дорожки мы сделали по принципу, где они читаются, как люди ходят. Соответственно, так называемые народные тропы. Дорожки тоже будут в брусчатке. В брусчатке мы там подбираем, чтобы была тоже покрасивее, поприличнее. Но она вот не такая будет, да? Нет, не такая брусчатка будет. Соответственно, также планируем по такому же бордюрному камню, чтобы, соответственно, все было в одном стиле выполнено. Ну и добавится количество зеленых насаждений. Еще снимает грунт активно. Я вот вижу, что там будет? Люди не понимают. Там будет площадка. Здесь будет подготовлено место под сухой фонтан. В этом проекте установка сухого фонтана не предполагается, но возможность его доустановить потом будет. Не дело каких-то капитальных затрат. Что такое сухой фонтан, вы знаете, да? Но не очень. Но это без чаши. То есть, как это сейчас принято, вода бьет прямо из дорожки и в дорожку уже уходит. То есть, чашек это кого нет, так называемый сухой фонтан. А, это как шутихи в Петергофе? Что-то наподобие такого, да. По всему вот этому периметру? Нет, он не очень большой будет. Он, по-моему, то ли 14, то ли 16 пар струй. А когда мы его можем увидеть? Мы его не планируем в эту часть. Мы только делаем под него пока на все... То есть, это перспектива следующих годов? Да, это перспектива следующих годов, потому что средства ограничены. Общее количество денег, которое мы сюда можем потратить, порядка 27 миллионов. 27 миллионов на реконструкцию площади. И это только начало, хочется сказать. Да, да. Мне трудно ориентироваться в современных сценах. Я не знаю, много это или мало. Ну, смотрите, что мы поняли. Расширить немножко дорожки. Подготовить площадку под фонтан. Хотя Александр Николаевич и сказал, что мы проложили дорожки там, где ходят люди. Но они ходили по тем же дорожкам, которые там и были, а заасфальтированные. Были еще места, где люди вытаптывали все-таки. Тропы, да? Тропы. Я, честно говоря, не увидел, где выруто. Ну, вот так вот срезать угол-то удобнее. Но может быть. Не знаю, как идет ремонт. Я буквально на днях ехала, но не мимо площади Ленина, а вот где у нас главная почта стоит. Да, главпочта. И вот рабочие очень хорошо лежали на камнях, которые они кладут. Ну, это хорошо. Ну, солнышко пригрело. Ну, в конце концов. Зачем? Зачем делать что-то? Можно полежать и позагораться. А, 62-80-30, телефон прямого эфира, и у нас есть звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Слышим вас. Представьтесь, пожалуйста. Это я звоню из деревни Корнелкова Новожевского района Семеновых Елена Викторовна по поводу привоза баллонов. Ребята привозят, хорошая машина оборудованная, они везут, у меня берут старый баллон, а на его место ставят новый баллон. Они сами ставят, подключают? Да, и мне подключают, потому что мне не подключить это, мне не сделать. Я 83 года и просить некого. Какова стоимость, скажите, пожалуйста? А стоимость, да, такая же, как вы говорите, 1295, по-моему. С подключением? Да, да, с подключением. Они дают вам какой-то чек, в котором прописано? Они мне дают, у меня эта льгота на него положена, да, я пользуюсь льготными услугами. Мне они дают квитанцию и справку о том, что я купила баллон. А как часто привозят? А как у меня кончается... Не, это понятно, а в деревню вообще машина прибывает как, по заявкам со всех собирает? Да, они вот волосы набираются, там хотя бы 10 баллонов, например, наша волость. И тогда они дают, и через, ну, в течение там двух недель каких или неделю, они тогда берут. Когда вот совпало так, что я неделю ждала. Вот, а как вы это все время обходились? А я обходила с электрической плиткой. Ну да, но набегает там прилично, конечно, киловатт. Набегает, да. Но я так как... 1290, вас устраивает такая цена? Кашечку отварить, да, чай скипятить, это мне не так... Да. Устраивает ли вас такая цена за баллон? На газовый баллон. О, конечно, не скажу, что она устраивает, но если нужен баллон, то действительно будешь и платить. Деваться некуда. Спасибо большое, да, Елена Викторовна, за ваш звонок. Звоните нам, продолжайте, 61-80-30, мы с удовольствием тоже примем ваши истории. Вот, смотри, Валерий, вот на твой вопрос и ответили. Приезжают эти специалисты и подключают, и проверяют, значит, они тоже. Но мне кажется, это спокойнее, чем кто-то потом притащил этот баллон и кустарно его установил. Видимо, 5 рублей идут за подключение, потому что 1290 рублей. Если, да, если хозяин домовладения мужчина и говорит, ребята, езжайте, я сам подключу, то, наверное, они скажут, ну, конечно, подключайте, мы вам не нужны. Давайте мы вернемся к площади Ленина, потому что очень многих беспокоит судьба деревьев, которые на ней находятся. Как всегда. Ну, у нас сейчас была ситуация с Яна Фабрициуса, где деревья почистили капитально. Слушайте, на самом деле, на самом деле, чтобы оправдать свое название, деревьев на площади быть не должно. Это мне завел Александр Николаевич Братчиков. Должны быть кусты. Вообще ничего не должно быть. Многие переживают, что во время реконструкции... Перед голубые лени, ели? Да, ели, деревья уничтожат опять. Что-то из деревьев, ели точно нет. Это мы обсуждали. Какие-то деревья, кусты, может быть, попадется. Но по проекту, мы все рассчитали, порядка 150 новых деревьев и кустов здесь будут высажены. 150? Порядка 150, да? Просто все вспоминают Кикоинский парк, да? Кикоинский, да. Но вы не забывайте, что они были аварийные. Ага. И там еще одна стоит еля, она тоже аварийная, тоже неплохо было бы вырубить. Опять же, мы понимаем, что любые деревья устаревают. И в городе многим деревьям 50 и более лет. Да, вот вы видели, недавно в Советской Армии упало дерево. Да, конечно. На труда недавно дерево упало, повредило крышу. Безусловно, их надо менять, менять на молодые деревья. Все обновляется, и зеленое сожжение в городе тоже должно обновляться. Какая прекрасная ель, огромная. А почему бы не сделать ее центральной новогодней елью, живой? Мы предлагали. Только для этого здесь должна быть площадь, а не сквер. Мы называем, что это площадь Ленина. Площадь Ленина, что такое? Ну, что такое площадь, да? Вы видели на Красной площади насаждение зеленое? Или газоны? Нет. Это площадь. Мы и предлагали сделать площадь Ленина. А общественность в большинстве своем эту идею отмела. Да, мы предлагали, что это будет именно площадь, здесь будут проводить массовые мероприятия. Но здесь не будет зеленого насаждения, здесь будет твердое покрытие. Площадь это там, где можно было принимать парад. Вот так вот. Это сквер, а не площадь Ленина. Я не против сквера. Сквер Ленина. А вот против площади. Потому что в центре города вышел, везде солнце печет, жарко, а так сел под дерево. Есть телефонный звонок, давайте примем ее еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, как вас зовут? Здравствуйте, здравствуйте. Я бы хотела, знаете, о чем сказать? Как вас зовут, простите? Меня зовут Мария Апочка. Мария, так. Вот. Есть в Апочке очень большая улица, улица имени Гагарина. Да. Это, можно сказать, артерия всего города, для города. Но там нет пешеходных дорожек. Вот что самое страшное, что там уже были аварии и с гибелью людей. Вот хотелось бы, чтобы как-то администрация... Апочинского района или города обратила на это внимание? Да, обратила внимание, потому что... Слушайте, когда там, дай бог памяти, 7 лет назад в честь юбилея города делали дороги, про тротуары что-то забыли. Сделали, точнее, тротуары от рынка, если вы знаете, в Апочке, да, от старого рынка до больницы. Все. Дальше тротуары заканчиваются. Да, да, да. И идешь по обочине. Ну, на самом деле, я вам скажу, что будет строиться очень скоро объездная дорога на Красногородск, от Себежа на Красногородск. И поэтому все большие грузовики, большой поток транспорта должен будет идти там, а не по улице Гагарина. Но надо еще дожить до этого, конечно, времени. Но, тем не менее, пешеходные дорожки, я считаю, должны быть обязательно, когда проложен такой... Я разделяю ваши опасения. Спасибо, спасибо за звонок. Да, до свидания. Ну вот, без Апочки никуда, знаете, друзья. В Италии, ты просто подговариваешь людей с Апочки. Апочка, географическая столица региона. Друзья, вы можете еще нам позвонить, но мы быстро уже будем по рубрикам нашим следующим бежать. Читаю я районные газеты, и первое сегодня будет «Плюсский край». Активная заготовка березового сока уже началась. Слушайте, как не жалко деревьев. Я могу сказать, сегодня нам в редакцию принесли березовый сок. И мы все уже успели попробовать. Там пластинки еще осталось. Кстати, газета «Плюсский край» рассказывает рецепты своих подписчиков. Вот, например, Алена Похолкова заготавливает березовый сок на зиму с чагой, а также с сушеными яблоками, имбирем, клюквой, рябиной, веточками черной смородины и дольками лимона или апельсина. Слушайте, кленовый сок слаще. Вот начинается. Что это за процент? Ну, если же не в канализе, вон течет активнее, конечно. Да, в «Новосоконический край» пишет. Отдел по молодежной политике района Дома культуры и волонтеры провели акцию «Забор трезвости». Что же это такое? «Импровизированный забор» создали Илона Питкевич и Марина Шапканова. Случайные прохожие проявляли свое отношение к алкоголю, оставляли пожелания поведению здорового образа жизни, и теперь этот такой забор будет находиться в фойе клуба. Интересно, я так понимаю, это прямой забор, да, который вот не падает, «Забор трезвости». Я более тебе скажу, это забор из картона, из ватмана, точнее. Ну, он надежно укрепленный и прочно стоит. Если его к стене приставить, то он не упадет. Ну, дай бог, что это поможет. Да, у нас газета «Сельская нов» из Бижанинского района пишет о том, что запрет, напоминает, наверное, что запрет выхода населения на лед водоемов Бижанинского района отменен. То есть можно идти на водоемы? Ну, видимо, можно. На берег, я вас призываю только идти. Есть комментарий, что в связи с нормализацией гидрологической обстановки на водоемах Бижанинского района все, запрет на выхода на лед отменен. Нет льда и, пожалуйста, любители подлёдного лова могут спокойно идти. Кстати, на набережной Пскова, там, где памятник солдату Первой мировой, на фонаре висит красная табличка «Выход на лед запрещен». До сих пор. Она круглый год висит. И уже несколько лет подряд. Я хочу тебе рассказать об этом. Что же, не можем мы пропустить стихотворение из «Пустошки» газеты «Вперёд». Такое оно уже апрельское. А в филармонии весенней в «Пустошке» актуально птичье пенье, причём вершит приоритет птах удивительный квартет. Птах. Весенняя четверостишая. Сегодня, кстати, середина весны, календарная середина... Чем мы всех поздравляем? Может быть, музыку тогда? Давайте уже перейдём мы к музыке. Вчера в Пскове состоялся концерт Бориса Гребенщикова. Я думаю, все это имя знают, и песни тоже многие знают. Лидер группы «Аквариум». Что хочется отметить? Со сцены сам Борис Гребенщиков отметил наш город как город, где чтут правила эпид-обстановки. И люди сами контролируют тебя и держат дистанцию. Концерт прошёл в БКЗ, действительно, там была рассадка вот эта в шахматном порядке, да? И двое, да, через двое. Именно так, но меня удивило другое. Как рассказывают те, кто был на концерте, на бис люди, естественно, не усидели на местах и пошли к сцене. Так, там с пол всё-таки был. Да, но сами люди держали социальную дистанцию и становились вот в паре метров друг от друга. Слушайте, это опасно. Вы помните, что на прошлой неделе вы обсуждали скандальный концерт. Да, именно так. Видишь, тут, получается, все продумали, решили не повторять скандальных концертов и держать социальную дистанцию. И поэтому мы решили сегодня послушать, Валер, что? Да, это песня «Лебединая сталь» из середины 80-х годов. Одна из ранних произведений. Очень интересно. Борисовича слушаем. Лебединая сталь в облаках. «Лебединая сталь в облаках» «Еще ждёт» «Я всегда был один в этом право стрелы» «Но никто не бывает один» «Даже если б он сломал». Почаще Борис Борисович к нам приезжал, давал концерты. Это в 2002 году последний раз был. Да. Так быстро летит время. Ребят, вы не сходили, а теперь ждите. Я могу сказать, что и поэтому билетов-то не было уже на концерт. Всё было раскуплено. Что же, переходим к анонсам и будем рассказывать, что можно сделать на выходных или в пятницу. Например, завтра в Пскове состоится Большой субботник в 15.00 на Гремячей башне. Все желающие могут к нему присоединиться, а организатор и комитет по охране памятников Псковской области заявил, что обеспечит всех перчатками и мешками. Кстати, у нас перед целесентром сегодня гребли активно. Кто грёб? Не мы. Пловно гребцы. Спасибо, гребцы. Ну, собственно, если вы готовы взять в руки грабли и грести на Гремячей башне, то завтра в 15.00 туда приходите. А вот, например, в Красногородском районе 17 апреля тоже состоится субботник в деревне Покровская. Там займутся благоустройством захоронений павших во время Великой Отечественной войны. Суббота, 17 апреля, 10.00. Давай скажем, что уже с сегодняшнего дня вы можете сходить на новую кинопремьеру. Это «Чернобыль», фильм Данила Козловского, где он выступил не только актёром, но и дежиссёром. Интересный ответ сериала «Чернобыль» от HBO. Работа Данила Козловского, хочется сказать. Ну, да, да, да. Хотим мы предупредить, что 17 и 18 апреля в Апоческом районе будет закрыто движение для автомобилей по дорогам Глубоковской волости, потому что там пройдут тренировочные сборы участников ралли «Голубые озера». Да, будьте аккуратны. Да, в Порхове ждут приезда ансамбля русской музыки «Псков». 16 апреля состоится их концерт. В программе прозвучат любимые песни. Любимые кем, правда, не уточняется. А также композиции из новой концертной программы. Солисты. Заслуженный артист России Александр Лип, Елена Федин, а также солисты и инструменты Сергей Поторочин, Елена Ленина и другие. А ещё же ансамбль «Сказ» выступает. Да, выступает ансамбль «Сказ» в субботу в Пскове. И сразу проанонсируй, завтра с утра ансамбль «Сказ» будет у нас в студии на стартовой площадке. Это 7.15. Обязательно включайте. Споют? Споют, обещаю. И встречайте утро с хорошей музыкой. Такой заряд бодрости на целый день. Друзья, ну а мы с вами прощаемся ровно на неделю. Слушайте «Радио России» и звоните нам почаще. Всем пока. Пока.